Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня по-прежнему зовут Алексей Красиков. Сегодня 31 декабря, уходящего 2014 года. Я хочу записать маленькую миниатюрную лекцию, тире поздравления для моих клиентов, для моих будущих клиентов, для тех, кто следит за моими видеолекциями с 2008 года. Прежде всего я хочу разделить этот маленький видеоролик на маленькую такую справку для тех, кто ожидает чего-то в 2015 году. Я расскажу немного о том, что будет в 2015 году, и на некоторые пожелания. Пожелания тоже разделятся на несколько частей, на тех людей, кто у меня занимается, и для тех людей, кто еще у меня не занимается и не в курсе сути вопроса. Недавно мне написала одна девушка в ВКонтакте письмо со словами «Помогите». Ну, писем-то пишут много, да, но мне оно, хочется вам о нем рассказать. Слова примерно были такие. Алексей, что делать? Я ВСДшник, значит, мне нужно переехать в какой-то город или в какую-то страну, и мне на форуме или в интернете сказали, что ВСДшникам не рекомендуется переезжать, еще что-то. И, в общем, она там все письмо упоминала, термин «мы ВСДшники». ВСДшники мне рекомендовали не переезжать, не делать, и так далее и тому подобное. Вот здесь как раз возникает огромное количество пожеланий с моей стороны. Значит, для тех, кто у меня не занимается, и для тех, кто, может быть, случайно наткнулся на мои видео и считает себя ВСДшником, у которого панические атаки, который лазит по интернету, он умирает, у него тахикардия, он боится, что у него случится инфаркт, инсульт, что он задохнется, ему тяжело дышать, периодически кружится голова, ему страшно становится. Я понимаю, что вы называете себя ВСДшником, и вам поставили диагноз ВСД, но я вам хочу пожелать в 2015 году все-таки набраться мужества и посмотреть все видео-лекции канала «Невроза Мегаполиса», включить голову, включить внимание, и все-таки понять, что такое вегетососудистая дистония, о том, что в целом, что это такое, каким образом эмоции преломляются в наше тело. Коротко отвечу на вопрос. Что тут далеко ходить? То, что вы называете ВСД, и то, что в интернете называют ВСДшниками, это люди, у которых в жизни произошли определенные события, которые оказались недостаточно осознанными, эти события, или вы им не придали существенного значения. Но психологически отнеслись вы к этому достаточно эмоционально, ввиду ваших индивидуальных особенностей, о которых сейчас я говорить не буду. Вот ввиду этих индивидуальных особенностей вы к определенным ситуациям отнеслись сверхценно, или сверхпоражающе, или сверхвтягиваясь и так далее. И ваше тело естественным образом отрезонировало эмоционально. Но поскольку вы это не осознали, получился маленький сбой функциональный. То есть вы не поняли, что есть определенная проблема, а тело поняло. И получилось, что тело отреагировало как в стрессе, а вы не поняли, что вы в стрессе. Вы говорите, да у меня все хорошо, как бы, но на самом деле не все хорошо. Поэтому то, что в России назвали вегетососудистой гистонии, мы в мировой практике психотерапии называем это неврозом. Невроз – это как раз и есть то самое противоречие психологического характера, где люди проживают определенным травмирующим образом определенные жизненные обстоятельства, не осознавая этого, причиняя себе такое состояние. А потом они то, ввиду его тревожности и мнительности, пугаются, они говорят, ой, у меня за что-то тут вот здесь как-то не то, и начинают уходить совершенно в другую сторону. В интернете таких людей мнительных еще больше, которые говорят, ой, все, ты с нами, теперь тебе нельзя, а вот у меня левая ножка, у меня пятка, у кого давление, у кого чешется, у кого течет, у кого это. Почему? Потому что люди, будучи тревожными и мнительными, у которых случилась вегетативная, так сказать, активность, да, по поводу их эмоционального состояния, они не знают, куда идти, они не знают, что делать, они им никто ничего не объясняют. А им ставят диагноз ВСД, они заходят в интернет, там вообще полный в этом интернете по поводу ВСД. И начинается вот этот вот загон, и единица, кто, в принципе, начинает смотреть цивилизованные видео-лекции и понимать суть вопроса. Поэтому для тех, кто не знает, что такое вегетососудистая дистония, и тот, кто называется ВСДшником, для тех, кто страдает паническими атаками, я желаю вам прежде всего понять, что такое вегетососудистая дистония и как работать с панической атакой, с агоровой обед, первое, что вам надо сделать. Далее. Для тех, кто уже понял, что такое вегетососудистая дистония, паническая атака, как работает страх, и как эмоции преломляются в теле, я вам желаю в 2015 году наконец-то взять себя в руки и выполнять то, что мы делаем в группах. Это тем ребятам, которые сейчас в группе у меня занимаются. Желаю вам, ребята... Во-первых, я очень доволен тем, как мои группы сейчас 7 групп идут. Группа понедельник, группа вторник, группа среда, группа четверг, группа суббота. Я очень доволен, как вы движетесь. Каждый из вас движется в разном этапе. Заметьте, мы не работаем с их панической атакой с ВСД. Мы работаем с их реальными жизненными проблемами, с их реальным мировоззрением, с их реальным взглядом на мир. Этим мы занимаемся примерно полгода. Я доволен каждым из вас. У каждого есть свои нюансы, свои особенности. С мужем, с женой, с некоторыми особенностями характера. Это нормально. Я вам хочу пожелать понимать одну вещь. То, что я вам говорил. Что вы, те знания, которые вы получаете, и тот опыт, который вы в себе развиваете, он прорастет. Он прорастет через месяц, он прорастет через два, он прорастет чуть позже. Но он прорастет. Потому что нет вариантов, что он не прорастет. Так что желаю вам прежде всего это понимать, насколько важно уметь гибко интерпретировать обстоятельства. Абстрагироваться от ситуаций и смотреть на них немного со стороны. Ну, вы знаете, о чем я говорю, и как на это смотреть, и что для этого нужно. Поэтому увидимся с вами, ребята, в январе. Спасибо вам за то, что вы присоединились ко мне. Спасибо за ваши истории, за вашу обратную связь. Я очень рад, что вы пришли в группу в 2014 году, и мы закончим весной в 2015. Для тех, кто хочет попасть в группы, для тех, кто пытается. Набор будет в январе. Занятия начнутся где-то в конце февраля, начале марта. Все новости будут на сайте и в ВКонтакте. Не пропустите, не переживайте. Я вам всем еще раз желаю, чтобы вы поняли, что если вам кажется, что у вас проблема в вегетососудистой дистонии и панической атаки, вы безумно заблуждаетесь. Проблема не в этом. Это эмоциональное состояние. Научиться не бояться паники, научиться не бояться страха, его проживать и понять, что такое ВСД, это дело нескольких часов. А не учиться не бояться панической атаки, работать с агорафобией, это работа в принципе двух-трех недель. Если вы будете выполнять упражнения по передвижению, по работе со страхом, а не по работе со столкновением, со страхом, а не сбеганием. Это достаточно быстро и достаточно несложно при определенном условии, если у этого поведения нету сильного вторичного назначения. То есть, если у клиента есть очень сильное вторичное назначение, ну например, она привлекает внимание мамы, которая холодная, таким образом. Если клиент привлекает внимание, бессознательно опять же, неосознанно, своим поведением, своим симптомом, в том же случае агорафобия. Мамочка, пойдем со мной, пожалуйста, а то я помру тут на улице. Вот я вот в подъезде не помираю, дома не помираю, а в магазине помру, как будто ваши органы знают, где вы находитесь. Если есть очень сильное вторичное назначение, ввиду очень затяжного внутреннего противоречия, о том, что мы называем внутренним конфликтом. Если клиент привлекает внимание мамы, мужа, там еще кого-нибудь таким вот агорафобическим синдромом и тревожным синдромом, то, конечно, упражнения будут неэффективны. Всего лишь на все потому, что они будут говорить, например, так, я все понимаю, я все осознала, но черт побери, у меня вот тут тут не идет. Соответственно, для таких ребят я желаю все-таки прежде всего сосредоточить свое внимание не на упражнениях по панической атаке, по агорафобии, а именно на той функции, которая у вас стоит для... вот эта функция привлечения внимания или функция еще какая-либо, да, об этом мы тоже будем подробнее говорить в 15-м году, ну, с ребятами в группах мы говорим об этом подобно, то есть старайтесь смотреть именно в эту функцию, а что я получаю от того, что я так себя веду. И вот работать прежде всего я вам желаю именно с этим, потому что сами по себе упражнения, ну, это настолько это примитивно, ну, вот реально, вот... Мне даже не просились там снять еще ролики по паническим атакам, по агорафобиям, ребят, ну, честно, ну, вот здесь уже, ну, реально, ну, мне не хочется и мне неинтересно рассказывать вам про паническую атаку ВСД и агорафобию, ну, реально, детские сады. Есть в интернете куча людей, которым это нравится, которые считают это важным особенно, вот давайте вот туда, да. Я не хочу, я уже все сказал, и это не проблема, паническая атака ВСД и агорафобия. Мне главное для своих клиентов другое, это быть, чтобы они у меня стали свободными, были эффективными, чтобы они жили так, как они хотят, чтобы они делали то, что они хотят. Это вопрос не в агорафобии. Многие думают, что агорафобия – это единственное, что их сковывает, да? Да нет, не будет у тебя агорафобии, ты по-прежнему будешь неэффективна в личной жизни, ты не будешь по-прежнему эффективна в финансовой жизни, ты не будешь эффективна в кровати, ты не будешь эффективна на работе. Под эффективностью я понимаю широкое понятие. Поэтому для тех, кто считает, что проблема в агорафобии, в ВСД и в панических атаках, я вам желаю понять, что это не так. Наша задача – научить людей пользоваться свободой. Сейчас многие из вас не поймут, что я имею в виду. Для тех, кто смотрел мой вебинар «Неврозы детства», скорее всего, вы понимаете, о чем я говорю. Вебинар оказался какой-то прорывной, вскрывающей голову, как я, собственно говоря, и обещал. Для тех, кому интересно посмотреть, как же все-таки формируются неврозы и как воспитание их преломляет, причем, собственно говоря, детство. Вот примерно, кому это интересно, посмотрите последний вебинар, его можно заказать как раз на сайте «Детство и невроз». Что еще хочется вам пожелать? Год был очень интересным, разнообразным. Под конец года тут экономические турбулентности, да, все запаниковали. Хочется вам пожелать не паниковать, а при этом не делать резких движений. Потому что то, что я наблюдал в банках и то, что я наблюдал возле обменников в Москве, во всяком случае, было как-то очень смешно и странно. Поэтому я вам желаю принять то, что да, действительно, некоторые товары подорожали. Я, например, хотел купить себе GoPro, но сейчас я задумываюсь, потому что на подожжал примерно в два раза. Хотя, может, и куплю, чего бы еще нет. Вот, то есть я вам все-таки желаю смотреть на вещи гибко, смотреть на вещи объективно. Но этому надо учиться. Это сейчас тогда для моих клиентов, да, допускающие, принимающие, вариативно. Напомните у нас, ребята, веер. Из веера мы выбираем то, что вы знаете и работаете с этим. Соответственно, вот примерно так. Хочется пожелать вам еще научиться быть собой. Быть таким, какой вы есть, а не таким, как надо. Потому что вы много лет жили так, как надо. Так, как надо вашей маме, вашему папе, бессознательно. Так, как надо быть правильным мальчиком, правильной девочкой. Это не значит, что вы должны бросить все, пойти нарушать закон, там, и там размножаться бесконтрольно. Нет. Я имею в виду под словом свободы и свободу выбора. Свободу выбора того, что вы выбираете и для чего вы выбираете. Я выбираю это потому, что я так хочу, а не потому, что я этим чего-то доказываю или пытаюсь что-то либо сделать. Но это сложно сейчас для многих будет, да. Еще вам хочется пожелать научиться принимать решения. Это очень важный тоже навык, который я надеюсь в 15-м году вы все-таки в себе разовьете. Принимать решения, нести ответственность, идти на разумный риск, не ждать благодарности, не ждать от жизни справедливости. Научиться принимать и отпускать обстоятельства. Не стараться сильно привязываться к каким-то вещам или к кому-либо. Стараться смотреть на мир философски, понимая, что все в нашем мире приходящее и уходящее, как бы вам не хотелось этого. Помните слова знаменитой героини Скарлетт О'Хара? Я подумаю об этом завтра. Если бы Скарлетт думала о том, что происходило с ее домом после войны каждый день, гоняя в голове, что же делать, что же делать, как заплатить налоги, как накормить себя там и оставшихся членов ее семьи, она бы, я думаю, долго не протянула в здоровом, функциональном состоянии. Поэтому вот эта фраза «я подумаю об этом завтра» очень хорошо у Скарлетт разложила по полкам в голове план действий, который она последовательно реализовывала. И я вам хочу пожелать такой же последовательно реализованный, спокойный, прагматичный, взвешенный план действий, а не невротическую суету со словами «быстрей, быстрей», «а то я не стану, не успею». Но все над этим нужно работать. Вся вот эта прагматическая история и есть психотерапия. Моя задача научить вас прагматично смотреть на мир и смотреть на мир свободно, принимать решения. Кого-то в 2015 году наверняка ждут не самые простые решения в личной жизни, кого-то великолепные. С кем-то мы расстанемся, с кем-то мы встретимся. Кто-то уйдет с работы, кого-то уволит, кто-то найдет работу. У кого-то кто-то умрет, у кого-то кто-то родится. Я хочу вам сказать, что это нормально. Это нормально. Кто-то кого-то будет не понимать, кто-то с кем-то поссорится, кто-то с кем-то познакомится. Кто-то прочитает новую книгу, а кто-то выкинет какие-то. Кто-то разочаруется в своих близких и знакомых, а кто-то встретит совершенно случайно новых людей, которых никогда не видел. Это тоже замечательно. Все вот эти турбулентности от рождения до смерти, от знакомства до расставания, есть наша жизнь, которая очень интересна, разнообразна и важна. Она конечна, она заканчивается. И я бы хотел, чтобы вы свою жизнь проживали гораздо более свободно и эффективно. А не тратили ее на борьбу с ветряными мельницами, которые вам придумали в интернете со словами ВСДшники. Это ветряные мельницы. Я, к сожалению, захожу иногда в интернет, и я вижу на манеже все те же рожи, понимаете, которые всю жизнь с ветряными мельницами борются. Но у них есть, видимо, на это причина. А мои клиенты все-таки люди разумные, они прекрасно понимают, что они хотят быть эффективными. Мои клиенты меняют работу, меняют личные отношения, женятся, рожают детей, а не разводятся или разводятся, принимают решения, они живут. Никто не говорит, что у них жизнь такая, знаете, как по маслу все. Нет, разводы, встречи, новые машины, новые девушки, мужчины, секс, не секс, расставание, институт, экзамены. В этом и есть кайф их жизни. Это и есть жизнь. Вот так вот, когда все. И когда мы к этому относимся объективно и прагматично, в этом и есть интересная составляющая этой жизни. Ну а ваши телесные симптомы случились с вами тогда, когда вы смотрели на определенные обстоятельства не очень объективно. И просто это вы испугались в какой-то момент. Видите, это все поздравления пишут. Спасибо вам большое. Вы просто испугались когда-то ваших телесных симптомов, которые случились. Что бы с вами ни случилось в 15-м году. У кого-то что-то застучит, у кого-то где-то заколит. Сердце находится здесь, а не здесь. А у кого-то там где-то будет тяжело, кружится голова. Я вам желаю искренне попытаться посмотреть на это объективно со словами. Ну и что? Ну давай. Ну давай, без проблем. Давай. Что ты хочешь, чтобы я тут умер? Ну да. Не вдавайтесь в панику. А просто принимайте, не сопротивляйтесь, не включайте систему торможения. Нет, только не это. Караул, только бы мне не было страшно. Да пускай тебе будет страшно. Мне может быть страшно, мне может быть дискомфортно. Я могу пойти в тренажерный зал, мне может быть нехорошо. Я могу съесть что-нибудь не то. Мне может быть не очень вкусно. Мне может что-нибудь написать, сказать, сделать. Всякое в жизни бывает. Но не надо к этому относиться вот так неприемлемо. Да, это так. Да, это правда. Но я понимаю, что. Но этим мы с вами будем учиться в пятнадцатом году. Давайте заканчивать. Спасибо вам огромное. Я желаю вам всем прежде всего здоровья, а под здоровьем я понимаю прежде всего свободу. Свободу, свободу вашего выбора, свободу вашего поведения, свободу от ваших убеждений, от ваших детских страхов, от ваших тактик и стратегий. Чтобы вы научились быть такими, какие вы есть, а не такие, какие бы вы хотели. Чтобы вы научились быть плохим, чтобы вы научились ошибаться, чтобы вы научились косячить и научились на кого-то производить плохое впечатление. Представляете, в жизни так бывает. Вы можете кого-то разочаровать и кого-то обидеть. Кто-то может быть вами недоволен и абсолютно несправедлив к вам. И это и есть нормально. Ненормально не допускать этого. Но об этом всем мы будем говорить в 2015 году на портале Невроза Мегаполиса, в моих терапевтических группах, на вебинарах. Вы увидите интересный новый сайт, вы увидите новые продукты для вашего самостоятельной работы. Вы увидите много чего интересного в 2015 году. Об этом пока не буду рассказывать. Будете ждать, задавать много вопросов. Как сделаю, так и увидите. Спасибо вам всем огромное за то, что вы были в 2015 году. Пойдемте отмечать Новый год. Алкоголь не создавал ваш Невроз. Вегетативную проблему об этом есть. Ролик немного раньше. Вы просто когда-то перепутали, что у вас случилось это на фоне приема алкоголя. И вам теперь кажется, что у вас это из алкоголя. Это не так. Алкоголь не создает проблему. Вы просто лишь боитесь. Соответственно, если вы берете, допустим, бокал с шампанским, вы думаете, ой, как бы меня сейчас не накрыло там же алкоголь. Делаете глоток. И вы начинаете ждать приступа и боитесь. И вы испытываете приступ. Просто страх телесно. Я вам искренне хочу сказать, вам можно выпить шампанское, хорошее вино. Это не создает проблему. И если у кого-то будет какая-то вегетативная реакция, это просто страх, а не действие алкоголя на ваш организм. А со страхом вы можете справиться. Это просто страх. Вы говорите, я боюсь сейчас выпить. И я выпил, и я боюсь. А страх с вами ничего не сделает. Это просто страх. Поэтому вы можете выпить шампанское, вино, если вы хотите. Без проблем. Будьте свободными, я вас очень прошу. Увидимся с вами в 2015 году. Ваш Алексей Красиков и портал Невроза Мегаполиса. Увидимся в январе с моими ребятами в группах. Мы долго не будем отдыхать. А с новыми ребятами увидимся уже ближе к весне. А запись будет в январе. Будут вопросы, пишите ВКонтакте. Увидимся. Спасибо вам огромное за ваши отзывы, за ваши комментарии, за вашу обратную связь. Я вас люблю. Ваш Алексей Красиков. Будьте эффективными и свободными. Увидимся. Пока.